В Иванове началось строительство первого и пока единственного в регионе 50-метрового бассейна. Он станет частью большого частного спорткомплекса, который уже начали возводить на улице Лежневской. В среду объект посетил глава города Владимир Шарыпов. Принцип как раз этого бассейна в том, что это не клубная система, как сейчас в городе представлена, а именно разовый абонемент на основе. То есть мы хотим дать возможность всем категориям населения включать бассейн. Раньше как было ДСК, как было СКК до момента его реконструкции, это именно по этому принципу сделано. Да, потому что сейчас, к сожалению, из-за банкротства потеряли бассейн ДСК. Хотя мы предлагали забрать этот объект себе на баланс, взять его в аренду. Но там, в общем, мы не договорились с теми, кто занимается процедурой. И, соответственно, большие надежды на ваш объект, чтобы он быстрее появился. И быстрее у людей появилась возможность разовых посещений бассейнов. Так как клубные карты, они, конечно, стоят органы, все могут себе их позволить. Данные бассейна рассчитаны на три чаши. То есть это взрослый бассейн, детский и для семейного отдыха. Согласно проекту, спорткомплекс будет представлять собой трехэтажное здание призматической формы. Предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории об устройство парковки. Что до самого спортивного объекта, планы у собственника грандиозные. В первую очередь он уникален своим масштабом. Это 9 тысяч квадратных метров. Ну, для сравнения Олимпия на Смирново, это вдвое меньше по площади здания. Он будет состоять из двух секций. Вот в этой секции с левой стороны это зона плавательных бассейнов. Их будет три. Большой 50-метровый бассейн, олимпийский бассейн на шесть дорожек, детский бассейн и зона гидромассажа. Мы хотим, чтобы сюда приходила семейная аудитория, и они могли распределиться по этим площадям. Порадует новый спортивный объект не только рядовых посетителей, но и спортсменов. Неимение собственных профессиональных плавательных дорожек в Иванове сильно тормозило развитие детского и юношеского спорта. До настоящего времени наши спортсмены-пловцы были вынуждены тренироваться в других городах, в основном в Ярославле. А здесь как раз появляется интересный бассейн, причем он будет из нержавеющей стали. Это значит будет меньше химии, 50 метров. И люди смогут не выезжать из города, чтобы готовиться к соревнованиям. Я тоже думаю, что это серьезно облегчит жизнь наших профессиональных пловцов. Для юных спортсменов в новом бассейне будут особые условия. Мы планируем реализовать программу, мы ее так предварительно назвали «Олимпийские надежды», в рамках которой есть амбициозные планы по воспитанию спортсменов, начиная от мастеров в спорте и заканчивая олимпийскими победителями. Тренировочный процесс рассчитан на 15 лет для детей в возрасте 7-8 лет, вот которым сейчас 7-8 лет. Это оптимальное время для того, чтобы человека из подающего надежды ребенка сделать олимпийским чемпионом. И практика такая в советские времена была. Мы хотим эту практику возобновить. И вот эти группы, спортивные группы по плаванию, для детей, которые профессионально занимаются спортом, они будут бесплатными. То есть это такой своеобразный социальный лифт. Дети не должны зависеть от дохода своей семьи, от своих личных доходов, для того, чтобы иметь возможность посещать бассейн. Именно на этом построена программа социальная этого клуба, этого спортивного центра. Сейчас объект на начальной стадии строительства. Готов фундамент. Выполняется обвязка колонн основания чаш бассейна. По задумке проектировщика, до холодов нужно закрыть тепловой контур и в зимний сезон заниматься внутренними работами. Полностью завершится строительство по самым скромным подсчетам в четвертом квартале будущего года. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.